Всем привет, ребят! Вы на канале Влад Впадлу, и сегодня я хотел бы вас научить, как же пользоваться Dota 2 Tools, чтобы получить красивые картинки персонажей из Dota или, возможно, каких-то других атрибутов из игры, и использовать их для своих превьюшек на YouTube или для любых своих целей, которые вам, в принципе, нужны. То есть можно, конечно, взять банально из Google по типу Dota 2 PNG, но эти уже все картинки использованы и заюзаны сотни тысяч человек. А для того, чтобы получить, допустим, ту же вот такую картинку, которая будет иметь какой-то более-менее уникальный вид, который уже можно использовать дальше, я не знаю. Я, в принципе, посмотрел на просторах YouTube, и большинство учат просто, как делать превьюшки. Но, допустим, никто не хочет показать, как банально использовать Dota Tools, и я немножечко сам разобрался и хотел бы показать тем, кому это действительно будет нужно. То есть результат будет такой, что мы сможем делать любого персонажа, вот по типу над этого Джиггернаута, который по итогу будет плюс-минус в таком виде, ну, какой получился. Ну, можно использовать ему уже дальше. Там уже ваши силы фотошопа могут превзойти кого угодно. Для того, чтобы сделать такую картиночку, я не знаю, как это правильно назвать, ну, персонажа, нам потребуется зайти в Steam, потребуется зайти в свои игры. Для тех, кто не знает, как даже использовать Dota Tools, в свойствах нам нужно будет зайти в Dope Content, нажать галочку, чтобы у нас появился Workshop Tools, в котором также находятся и штуки для SFM, те же видосы, которые вы смотрите. Вот, ну, когда вы нажмете, скорее всего, он у вас начнет скачиваться, ну, у меня он уже скачан. Чтобы зайти туда, вам нужно нажать играть, и он вам скажет, куда вы хотите. Мы выбираем Lounge Dota Tools и запускаем его. Сейчас на легком примере я вам покажу, как это делается, это достаточно легко. Вот, и пока она будет запускаться, я могу вам предложить показать уже с картинкой в следующем видео, как это можно будет использовать уже в Photoshop, чтобы сделать более-менее какую-то хорошую превьюшку с каким-то уникальным персонажем, а не просто со скачанным PNG-объектом, который, в принципе, ну, как по мне, не очень уже выглядит. Вот, а там можно будет подобрать под себя уже как-то в формате и сделать его красивее. Мы попадаем в сам Dota 2 Tools. Тут сейчас лежат все объекты, которые есть в Dota в таком формате, честно, не знаю. Нам нужно будет зайти в полосочку поиска. Тут больше ничего, в принципе, нажимать не нужно. Допустим, давайте, не знаю, давайте Puga. Пу-джа. Прописываем просто никнейм или название артефакта или название крипа, в принципе, кого угодно. Вот, для того, чтобы сделать нам Puga, нам потребуется либо выделить все объекты, которые нам нужны, то есть тут можно также заполучить, в принципе, любые виды каких-то оружий отдельно, то есть все можно использовать уже в своих целях. Вот, давайте возьмем, допустим, Puga, как это делаю я. Мы зайдем в саму модельку, нам откроется сам Puga, то есть мы можем его прокрутить, но, как мы видим, он не одет, поэтому мы заходим в Tools и в разделе Tools у нас идут все на него сеты. То есть это, в принципе, любые-любые сеты, которые есть в игре, вот, ну, без разницы, какой вы выберете. Также внимательно смотрите, чтобы по текстуркам все сходилось все-таки в игре, это все выглядит чуть-чуть по-другому. Для того, чтобы заставить его хотя бы минимально двигаться, у нас есть атаки, которые останавливаются на пробел, и мы можем зафокусировать персонажа в любой позиции. Допустим, мы делаем видос про Puga, и нам нужно, вот даже вот банально то, что мы остановили, передвижение идет на обычный VSD, то есть S назад, V вперед, ну, все, в принципе, как обычно. То есть он, грубо говоря, у нас идет как по центру, и мы уже двигаем вот. Вот, допустим, нам нужно будет сделать его чуть ближе. Вот мы уже можем, в принципе, видеть Puga, плюс по текстуркам он идет, то есть сама моделька очень качественная, и в том же Photoshop, если чуть-чуть его докрасить, то он будет выглядеть уже достаточно сносно. По поводу цвета, он у вас, скорее всего, будет серым. Я уже, если честно, даже забыл, как я это сделал. Ну, это даже не суть важно, зеленый или серый на самом деле вырезается одинаково. Просто я поставил для себя зеленый, он как-то более приятный. Сейчас я попробую найти быстро. Ну, получается, не нашел. Так, поиски завели меня немного в Crash Dota 2 Tools. Поэтому, для того, чтобы не перезаписывать все, что я уже сказал, мы сейчас просто заново перезайдем. Это по факту не так, к суть, важно. Но я хочу вам кое-что. Ну, то есть изначально у вас будет, скорее всего, серый цвет. Серый цвет. Вырезается он, в принципе, так же само, как и зеленый, красный. То есть, все равно будет немножечко маленькое обрамление, которое придется дефекты подрезать. Ладно, не суть. Зайдем в Ampujat. То же самое делаем. Tools. Выбираем Set. У нас появляется, добавляем ему какую-то атаку. Все. Останавливаем ему как нам нужно. То есть, мы можем, как полетом камеры, его руководить. То есть, у нас есть все типы атак, все типы движений, действий. То есть, вот, допустим, картинка, уже которой, в принципе, вы не найдете нигде. Допустим, нам нужно, чтобы он был с правой стороны. Мы так его и располагаем. Дальше заходим в... Куда мы заходим? Также в Tools. И делаем скриншот. Все. Он у нас появляется на рабочем столе. Вот. Он у нас появляется на рабочем столе. Вот наша картинка. Как его вырезать? Его можно вырезать двумя способами. Первый способ это... Я нашел неплохой сайт, который просто режет фон, в принципе, бесплатно. То есть, мы просто закидываем картинку. Это для самых ленивых. И он сам автоматически, очень качественно на иеросетии просто обрабатывает эту всю картинку. Единственный минус того, что картинка будет, конечно, в формате 615 на 400. Хотя изначально она будет хорошего HD-качества. То есть, она у нас 1470 на 900. Ну, опять же, это для самых ленивых. Ну, так же можно это сделать в фотошопе. То есть, если вам это нужно будет, вы можете написать. И я сделаю просто уже по факту, по картинке в фотошопе. Уже сделаю саму превью, картинку. И покажу, как это вырезать. Оно вырезается буквально в два клика. Таким вот способом можно получить любого героя. Любую, в принципе, даже крипа. Даже какие-то там оградки, кубки. Все что угодно из доты вытянуть. И использовать это для превью, для видео. Для чего угодно. То есть, разбираясь дальше, можно даже вытянуть анимацию. И уже там в том же блендере сделать и использовать в своем видео. Если вам понравилось, если я был вам полезен, то ставьте лайк, подписывайтесь, задавайте вопросы. Я буду вам рассказывать то, что я знаю. Если вам это будет нужно.